дальше мы с вами будем вязать глазки сначала мы свяжем белок берем ниточку белого цвета крючок номер два делаем кольцо амигуруми и провязываем него 6 тубиков 1 2 3 4 5 6 колечко затягиваем ставим маркер чтобы определить начало ряда вяжем первый ряд в первом ряду у нас 6 прибавок мы в каждую петельку будем провязывать два столбика и у нас по окончанию ряда будет 12 столбиков первую петельку провязываем 2 столбика во вторую петельку 20 второй ряд у нас прибавки через один столбик провязываете 1 столбик и делайте прибавку у нас 6 прибавок и по окончанию ряда 18 столбиков провязываем столбик следующую петельку делаем прибавку опять провязываем столбик третий ряд провязываем столбик делаем прибавку дальше мы будем делать 5 прибавок через два столбика провязываете два столбика и делаете прибавку и так вяжите до конца ряда в конце ряда останется один столбик вы его провязываете по окончанию всех прибавок у нас с вами получится 24 столбика опять провязываем 2 столбика делаем прибавку четвертый ряд делаем прибавки через три столбика провязываем 3 столбика и делаем прибавку у нас 6 прибавок и по окончанию ряда после всех прибавок у нас 30 столбиков 1 2 3 делаем прибавку 1 5 ряд вяжем без изменения 30 столбиков дальше мы с вами делаем два соединительных столбика 1 2 ниточку обрезаем ниточку вытаскиваем маркер тоже можно вытащить сейчас мы ниточку закрепим и завяжем вытаскиваем ниточку на лицевую сторону переворачиваем перина изнаночную здесь ниточки можно завязать в узелок и нитки обрезать все эти ниточки потом спрячутся один белок мы связали 2 вяжите самостоятельно теперь мы вяжем зрачок берем нитку черного цвета делаем кольцо амигуруми и провязываем него 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 колечко затягиваем ставим маркер вяжем первый ряд в первом ряду у нас будет 6 прибавок в каждую петельку провязываем по 2 столбика и по окончанию ряда у нас с вами 12 столбиков второй ряд прибавки через один столбик провязываете один столбик и делайте прибавку у нас 6 прибавок и по окончании ряда 18 столбиков третий ряд вяжем без изменения 18 столбиков делаем соединительный столбик ниточку обрезаем вытаскиваем точно так же как на белке закрепляем нитку марки вытащу завязываем на узелок и обрезаем зрачок готов 2 вяжите самостоятельно вяжем веки берем ниточку сиреневого цвета делаем кольцо амигуруми и набирая у него 6 столбиков 1 2 3 4 5 6 колечко затягиваем ставим маркеры и вяжите первый ряд в первом ряду у нас с вами 6 прибавок в каждую петельку провязывайте по два столбика и по окончанию ряда у нас с вами получается 12 столбиков дальше вы будете вязать самостоятельно в следующих рядах у нас будет прибавки через один столбик потом через два столбика и через три столбика провяжите три ряда и у нас должно получиться 30 столбиков по окончанию всех прибавок и дальше нужно будет провязать два ряда по 30 столбиков встретимся когда свяжем провязали мы все ряды делаем соединительный столбик оставляем ниточку для пришивания маркер вытаскиваем дальше века нужно будет так вот мы его вывернем вначале и складываем вот у нас колечко амигуруми по колечко давайте я переверну хвостик вот этот запрятываем прячем и вот здесь вот пришиваем аккуратненько чтобы с этой стороны стежков не было видно все пришиваете вот так вот у нас получилось иголочку выведем вверх можно еще один стежок сделать и ниточку обрезать но у нас запрячется ее видно не будет одно века связали второе вяжите самостоятельно дальше мы с вами свяжем клюв берем нитки оранжевого цвета делаем кольцо амигуруми и провязываем него 8 столбиков 1 2 3 4 5 6 7 8 колечко затягиваем ставим маркер и в следующем ряду делаем прибавки через один столбик провязываем один столбик и делаем прибавку у нас 4 прибавки и по окончанию ряда 12 столбиков следующий ряд вяжем без изменения 12 столбиков довязали ряд делаем 2 воздушных петли и дальше вяжем два соединительных столбика первый второй ниточку обрезаем и вытаскиваем извлекаем маркер ниточку закрепляем завязываем на узелок и обрезаем ниточки потом вовнутрь спрячутся наш клювинг готов дальше нам нужно будет пришить зрачок белку смотрите у нас белок по кругу ровненький и вместе в том месте где мы делали два соединительных столбика здесь у нас прямая линия вот так прикладываем два белка чтобы они потом красиво смотрелись на рюкзачке сверху ложим зрачок посередине один и второй прикладываете чтобы было все ровно и красиво все вот это у нас ориентир будет с вами берем обычную нитку швейную черного цвета иголочку и по кругу аккуратненько пришиваем теперь нам нужно пришить наши глазки голове снизу отсчитываем 6 рядов 1 2 3 4 5 6 глазки будем прикладывать между шестым и седьмым рядом рядом я поставлю иголочку определяем где у нас серединка на глаз приблизительно и прикладываем глазки глазки вот здесь должны лежать плотно друг другу сейчас мы приколем иголочками посмотрим глазки прикололи теперь берем обычную швейную иголочку и ниточку белого цвета и по кругу будем пришивать вот в этом месте в стыке нужно будет их пришить вместе глазки чтобы они не расходились а были пришиты вместе все давайте пришивать пришили мы глазки смотрите как получилось дальше нам нужно с вами будет пришить веки давайте я вам приложу и покажу прикладываем 1 века она должна заходить на белок ориентируемся вот на эту серединку закрепим пришивать мы века будем по верху я отступила 2 ряда 1 и 2 и кончик века прикладываю и закрепляю ее посерединке поставим берем второе века плотно прикладываем к первому здесь вам их нужно будет шить чтобы они не расходились и так же выравниваем еще здесь закрепил вот здесь вот нужно будет серединке пришить и прижать можно подобрать обычную швейную нитку такого же цвета я разъединила сиреневую ниточку ставила в иголку и будем пришивать начинаем отсюда во пришивать соединяем два века потом пришиваем по верху одно века и второе заведу иголочку снизу вначале соединю Вернемorай и ode его А и в а а ее и ее и и один стежок и еще можно один теперь вот веке нужно прижать иголочку выведем вниз под белок чтобы ее не было видно подтянем и опять выведем вверх можно еще раз туда сюда прошить я сейчас буду пришивать по верху пришиваем красивыми стежками чтобы их не было видно захватываете петельку на веки и на голове веки пришили нам осталось пришить носик в том месте где мы делали воздушные петельки здесь у нас будет низ прикладываем клювик он должен быть маленько выпуклый снова зафиксируем верху и внизу вот так он должен смотреться берете обычную швейную нитку иголку и ниточку оранжевого цвета и начинаете пришивать пришиваете половина клювика сюда маленечко наполните наполнителем набейте наполнителем и дошейте до конца клюв пришили потом мы с вами еще сделаем на уголках кисточки вяжем грудку закрепляем ниточку и набираем 13 воздушных петель 1 13 начинаем вязать со второй петельки от крючка делаем прибавку провязываем два столбика в одну петельку дальше вяжем 10 столбиков 1 10 следующую петельку делаем прибавку провязываем 2 столбика 1 2 делаем воздушную петлю поворачиваем мы с вами провязали первый ряд вяжем второй ряд провязываем 14 столбиков 1 и 14 вяжем в кромочную петельку провязали 14 столбиков делаем воздушную петлю и поворачиваем вяжем третий ряд делаем прибавку дальше вяжем 12 столбиков 1 12 следующую петельку делаем прибавку провязываем 2 столбика делаем воздушную петлю и поворачиваем вяжем четвертый ряд провязываем 16 столбиков 1 16 делаем воздушную петлю поворачиваем вяжем пятый ряд делаем прибавку дальше провязываем 14 столбиков 1 14 следующую петельку провязываем 2 столбика делаем прибавку делаем воздушную петлю поворачиваем следующий шестой ряд провязываем 18 столбиков 1 17 делаем воздушную петлю поворачиваем следующий седьмой ряд делаем прибавку и провязываем 16 столбиков 1 16 делаем прибавку воздушная петля поворачиваем у нас с вами получилось 20 столбиков следующие 20 рядов мы вяжем без изменения 20 столбиков в конце каждого ряда не забывайте делать воздушную петлю вяжите самостоятельно провязали мы 20 рядов делаем воздушную петлю поворачиваем следующий у нас с вами 28 ряд делаем убавку дальше провязываем 16 столбиков 16 делаем убавку воздушная петля поворачиваем следующий у нас с вами 29 ряд провязываем 18 столбиков 18 делаем воздушную петлю поворачиваем следующий 30 ряд делаем убавку дальше провязываем 14 столбиков 14 делаем убавку воздушная петля поворачиваем тридцать первый ряд вяжем 16 столбиков 16 делаем воздушную петлю поворачиваем тридцать второй ряд делаем убавку дальше провязываем 12 столбиков 12 делаем убавку воздушная петля поворачиваем тридцать тридцать третий ряд провязываем 14 столбиков 14 воздушная петля поворачиваем тридцать четвертый ряд делаем убавку дальше вяжем 10 столбиков 10 делаем убавку воздушная петля поворачиваем тридцать пятый ряд провязываем 12 столбиков 12 грудку мы связали сейчас нам нужно ее будет обвязать столбиками без накида обвязывать мы будет будем ее двумя рядами обвязывайте первый ряд потом второй ряд сейчас я сначала покажу не обвязываем все дальше обвязывайте самостоятельно два ряда нам нужно убязать обвязали мы грудку двумя рядами вот что у нас получилось делаем соединительный столбик и ниточку обрезаем ниточку выведем на изнаночную сторону и потом когда будем пришивать ниточки запрячем их не будет видно можете вставить ниточку в иголку и вот сюда вот прошить закрепить сверху и снизу грудку мы связали начинаю вязать галстук закрепляем нитку и провязываем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 начинаем вязать со второй петельки от крючка провязываем 7 столбиков 1 7 делаем воздушную петлю поворачиваем делаем сразу убавку затем вяжем 1 столбик дальше делаем прибавку провязываем в одну петельку 2 столбика провязываем 1 столбик делаем убавку воздушная петля поворачиваем делаем убавку дальше 2 прибавки первая прибавка 2 прибавка и делаем убавку воздушная петля поворачиваем делаем убавку дальше провязываем 2 столбика 1 2 делаем еще одну убавку воздушная петля поворачиваем делаем подряд 2 убавки 1 убавка 2 убавка воздушная петля поворачиваем делаем теперь 2 прибавки 1 прибавка 1 прибавка 2 прибавка воздушная петля поворачиваем делаем прибавку провязываем 2 столбика провязываем 2 столбика и делаем прибавку воздушная петля поворачиваем делаем прибавку провязываем 4 столбика 1 2 3 4 делаем еще одну прибавку воздушная петля поворачиваем провязываем 8 столбиков 1 8 воздушная петля поворачиваем провязываем еще два ряда по 8 столбиков делаем воздушную петлю провязали два ряда поворачиваем делаем прибавку дальше вяжем 6 столбиков 1 6 делаем прибавку воздушная петля поворачиваем у нас с вами здесь получилось 10 столбиков следующие три ряда вы вяжете по 10 столбиков вяжите поворотными рядами провязали три ряда делаем воздушную петлю поворачиваем делаем убавку дальше вяжем 6 столбиков раз 6 делаем убавку воздушная петля поворачиваем делаем убавку провязываем 4 столбика 1 2 3 4 делаем убавку воздушная петля поворачиваем делаем убавку провязываем 2 столбика делаем убавку воздушная петля поворачиваем делаем 2 убавки 1 убавка 2 убавка воздушная петля поворачиваем у нас с вами осталась одна убавка сделали убавку теперь мы наш галстук будем обвязывать делаем 2 воздушных петли и начинаем обвязывать обвязываем столбиками без накида в уголках галстучка доходите до уголков делаете 2 воздушных петли и обвязывайте дальше и также на этих уголках все давайте обвязывать дошли до первого уголка делаем 2 воздушных петли и обвязываем дальше у нас у получился такой уголок обвязали до конца дошли до уголка делаем здесь еще 2 воздушных петли и соединительный столбик ниточку обрезаем ниточку выведем на изнаночную сторону ниточку потом запрячем наш галстук готов дальше нам нужно будет связать держатель пряжки для регулировки лямок закрепляем ниточку и набираем 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 начинаем вязать со второй петельки от крючка вяжем 5 столбиков 1 5 делаем воздушную петлю и поворачиваем дальше нужно будет провязать 9 рядов поворотными рядами вяжите самостоятельно провязали мы все ряды делаем воздушную петлю поворачиваем и сейчас нам нужно будет обвязать обвязываем двумя рядами обвязывайте первый ряд столбиками без накида потом еще один ряд обвязали два ряда делаем соединительный столбик оставляем ниточку для пришивания один связали 2 вяжите самостоятельно еще нам нужно будет связать два бегунка набираете 20 воздушных петель соединяете в колечко и провязываете ряд столбиками без накида ниточку закрепляете и обрезаете вяжем шнурочек берем три ниточки розовая нитка основного цвета и 2 на ваш выбор усмотрения у меня белая и сиреневая закрепляем нитку сейчас покажу как мы будем вязать захватываете розовую нитку так розовую нитку и провязываете столбик опять ниточку провязываете и вот такой получается шнурочек длину смотрите выбирайте сами я связала где-то 90 сантиметров вяжите самостоятельно пришиваем сову клапану от первого ряда отступаем 2 ряда поставим иголочки прикладываем сову клапану она как раз ложится в углубление выравниваем по бокам ушки прикалываем иголочками прикололи снизу сбоку верху отступаем 7 рядов раз два три 4 5 6 7 и между седьмым и восьмым также фиксируем иголочками берем иголочку большую с ниткой и начинаем пришивать начинаем пришивать снизу и пришиваем по кругу вставляем иголочку захватываем петельку на сове выводим на клапан такими маленькими стежками пришиваем сову пришили вот так у нас получилось иголочку выводим на изнаночную сторону прошиваем несколько стежков и обрезаем вот сюда еще можно вывести теперь нам нужно сделать на ушках кисточки берем иголочку с ниткой вставляем вставляем и оставляем ниточки сантиметров 10-15 одну нам нужно сделать таких 6 веревочек веревочек 2 3 4 4 5 и еще одну 5 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 9 10 10 10 11 12 12 12 15 15 15 берем иголочку и разъединяем каждую ниточку на одно ушко кисточку сделали вторую делайте самостоятельно вставляем шнурок и разъединяем шнурок вытаскиваем маркер потом я вытащу ниточка вы обрывается затягиваем рюкзачок формируем его переворачиваем тыльной стороной шнурочек можно завязать на бантик переворачиваем берем клапан прикладываем краю рюкзачка выравниваем пришивать будем по ряду где мы начинали вязать лямки наоборот перевернем неправильно положил вот он вот этот вот ряд начинаем пришивать хорошо фиксируйте рюкзачки уголки шьем вначале в одну сторону потом в другую и закрепляем ниточку закрепим иголочками еще закрепим иголочками уголок закрепили и шьем дальше нашили до конца вводим иголку на изнаночную сторону прошиваем несколько стежков и закрепляем нитку нитку обрезаем клапан пришили берем держатель для лямок вставляем пряжки складываем расстояние около 1 сантиметра берем иголку с ниткой и пришиваем давайте еще приколим иголочками и начинаем пришивать 1 пришили ниточку не обрезайте 2 пришиваете точно так же наполним рюкзачок нитками либо каким другим материалом прикладываем скобы и регулируем по направлению ремешков скобы пришиваем к нижней боковой части рюкзачка расстояние между пряжками от уголков где-то 12 12 с половиной сантиметров или пришивайте индивидуально как для вас более эффективно начинаем пришивать пришиваете по кругу захватываете петельку на пряжке и на рюкзачке дальше мы подсоединяем лямку не забудьте вставить бегунок вот такие лямочки у нас получились дальше нам нужно будет пришить галстук грудки прикладываем к верху выравниваем чтобы было ровно я взяла обычную швейную нитку подобрала по цвету и по кругу начинаем пришивать нам осталось пришить грудку ложим ее под клапан выравниваем еще сюда маленько смотрите чтобы она ровно лежала закрепляем иголочками нужно зафиксировать уголки берем обычную швейную нитку белого цвета и начинаем пришивать пришиваем маленькими стежками пришили мы грудку вот такой славный рюкзачок у нас получился лямочки я рада что вы вязали со мной веселых и легких вам петелек я рада что вы вязали со мной веселых и легких вам петелек я рада что вы вязали со мной веселых и легких вам петелек я рада что вы вязали со мной веселых и легких вам петелек я рада что вы вязали со мной веселых и легких вам петелек